Привет дорогие друзья! Сегодня я хочу поговорить на очень важную тему о фейках в СМИ. Сразу предупреждаю, что это не политическое видео и тема касается только техноизданий. Я вообще не люблю всякие разоблачения, обвинения и увлечение кого-то во лжи, но терпеть я это больше не могу. У меня такое ощущение, что все вокруг либо коллективно отупели, либо намеренно занимаются распространением недостоверной информации. Казалось бы, а при чем здесь технологии? А в том-то и дело, что мало себе кто может представить, что практически все техноиздания в Рунете ежедневно создают огромное количество фейков и их распространяют. Я сегодня это наглядно продемонстрирую на примере новости про запуск Spotify в России. Это наверное самый показательный пример того, как на ровном месте клепаются новости, где неподтвержденные данные выдают за факты и потом их перепечатывают просто все. А перед тем, как мы продолжим, я хочу напомнить, что спонсором этого видео является хостинг-провайдер uacosting.company. Они предоставляют виртуальные сервера с выделенными накопителями в Нидерландах и США. У ребят очень приятные цены и своевременная техподдержка. А по промокоду ANDREANOV30% вы сможете получить скидку 30% на первый платеж при заказе любых виртуальных серверов с выделенными накопителями. Поэтому если вам нужен надежный хостинг-провайдер, переходите по ссылке в описании и ознакомьтесь с их услугами. А мы начинаем. Итак, начнем мы с того, что уже примерно больше месяца фейковый аккаунт в Твиттере, который выдает себя за Spotify, троллит весь Рунет, что вот-вот Spotify запустится на местном рынке. Я уже об этом рассказывал в обзоре на стриминговый сервис примерно месяц назад. Уже тогда многие техноиздания использовали информацию из этого Твиттер-аккаунта для того, чтобы нассать своим читателям в глаза и уши. Но сейчас все превратилось вообще в какое-то безумие. 14 января в 19.59 на сайте DTF выходит статья, в которой сообщается, что в приложении Spotify для Android появились региональные цены на подписку. Там же показываются скриншоты, которые якобы это подтверждают. В это же время пародийный аккаунт в Твиттере, который уже забанен, публикуют эти же скриншоты и у себя дублируют информацию о ценах. Уже в течение нескольких часов эта новость распространяется по всем крупным техноизданиям и подается под соусом, что часть пользователей заметила в приложении региональные цены. Также стоит заметить, что одни сайты начали ссылаться на первоисточник, то есть ресурс DTF, а другие на Твиттер-аккаунт, который выдает себя за официальный аккаунт Spotify. Но как мы помним, это не так, о чем и сказано в описании. Самое интересное, что все, кто перепечатал эту новость и снабдил ее новыми фактами, что уже некоторые пользователи заметили региональные цены, использовали одни и те же скриншоты. Это хорошо можно заметить в левом углу изображения по времени. Оно там всегда одно и то же 20.07 и 20.08. То есть вы просто вдумайтесь, весь интернет всосал информацию, которая не подтверждена и которую никак невозможно проверить. Я вообще не понимаю, что это за безумие происходит. У меня ощущение, что все массово деградировали. Просто как так можно, мягко скажем, обманывать своих читателей? Сука, ни один сайт даже не усомнился в этой новости и не додумался проверить информацию перед тем, как ее опубликовать. А сделать это было очень просто. Достаточно было зайти в Play Market и обнаружить, что на территории России Spotify недоступен для загрузки. Ну то есть его там просто нет. Как бы если у тебя есть хоть немного интеллекта, то уже можно задуматься, что здесь что-то не так. Но это еще ладно. Допустим, мы скачали Spotify с 4 PDA и установили его вручную. Так вот, когда дело дойдет до регистрации, то создать аккаунт просто не получится. Единственный вариант это запустить VPN с локации в США или в Европе. И только в этом случае нам удастся зарегистрироваться. Но прикол в том, что в настройках аккаунта будет выбрана та страна, в которой ты якобы зарегистрирован. И изменить ее уже никогда не получится. В итоге мы пришли к тому, что если даже обходными путями скачать приложение и создать аккаунт, то все равно страну на Россию поменять в аккаунте никак не выйдет. Кстати, на момент записи на сайте даже отсутствует этот регион. В связи с вышеизложенной информацией у меня появляется вопрос, как можно было перед публикацией новости не попытаться выяснить все детали. У меня есть полное ощущение того, что либо во всех этих изданиях работают люди, у которых вообще отсутствует интеллект, либо они намеренно публикуют непроверенную информацию. И что-то мне подсказывает, что это второе, либо и то и другое. В любом случае это полный капец. Ребята, как же у меня бомбит от этого всего. Но нельзя же так откровенно врать и распространять хрен пойми что. А самое интересное, что если зайти на тот же сайт ДТФ, то можно заметить, что статья помечена как материал редакции. Но если попытаться выяснить, кто ее написал, то можно обнаружить, что автор написал всего одну статью. Согласитесь, это уже как-то подозрительно. Ну а если спуститься в комментарии, то мы увидим, что некоторые пользователи с критическим мышлением все же начали задаваться вопросами о правдивости информации и попросили автора рассказать, как ему удалось сменить страну. Вы не поверите, но он ответил, что уже толком не помнит, так как это было давно, но в передачу к своему комментарию он приложил скриншот с сайта Spotify, на котором выбран русский регион. Его тут же попросили сделать более наглядный скриншот. Вы уже догадались, что произошло. Правильно, автор просто слился. Итак, а теперь я вам покажу, как по моему мнению создавалась эта новость и откуда вообще взялись скриншоты. Признаюсь, я не сразу догадался. Пока я изучал скриншоты и пытался найти следы фотошопа, меня не покидал один вопрос. А почему именно в Android приложении произошла утечка? И как так вышло, что только у одного пользователя отобразились региональные цены? Все это казалось мне очень странным. А самое смешное, что после тщательного изучения этих двух скриншотов я пришел к выводу, что это действительно снимки экрана, а не фотошоп. Но я не успокоился и продолжил размышлять. Через какое-то время я вспомнил другой скриншот из комментариев, где автор показывал, как у него на сайте выбран русский регион. И тут до меня все дошло. И я понял, почему именно в Android приложении появилась утечка. Я вспомнил, что абсолютно на любом сайте можно открыть панели разработчика и изменить на странице вообще все, что угодно. И выглядеть это будет оригинально. По такому же принципу можно сделать манипуляцию и с Android приложением. Дело в том, что в отличие от iOS, на Android приложение можно устанавливать вручную. А это значит, что перед этим его можно немного изменить. Вот, например, что мне удалось сделать ровно за 5 минут. Я даже запись экрана сделал, чтобы было видно, что это не фотошоп. Думаю, моя версия перевода будет куда полезнее. В общем, что-то мне подсказывает, что именно таким образом были сделаны эти скриншоты с подпиской. Конечно, я могу ошибаться и, возможно, только у одного пользователя отобразилась информация с региональными ценами. Но, честно, мне в это верится с трудом. Уж очень много подозрительных моментов в этой истории. Кстати, автор статьи через какое-то время в комментариях сообщил следующее. Страницу с ценами, кстати, еще вчера убрали. И теперь там выдает ошибку, что-то пошло не так. Я вот тоже думаю, что в какой-то момент что-то пошло не так, и человечество свернуло не в ту сторону. И теперь в техноизданиях принято распространять непроверенную информацию. Честно говоря, я даже не знаю, что с этим всем делать. Просто мне нравятся новости технологии тем, что читая их, можно узнать что-то новое. Но сейчас все как сговорились и публикуют только одни утечки и слухи. Сейчас почему-то считается нормальным ссылаться на фейковый твиттер аккаунт и выдавать его за источник информации. Кто-то мне может объяснить, что вообще происходит? Это же безумие какое-то. И самое печальное, что многие люди, которые интересуются новостями технологий, не замечают этого и всю информацию воспринимают за правду. Даже мне в комментариях под обзором Spotify люди писали, что эти скриншоты реальные и даже пытались в этом убедить. А кто-то даже спрашивал, как в аккаунте изменить страну. Ребята, это реально страшно. Техносми создают у людей в голове свою собственную реальность и они начинают верить вообще во все, что угодно. У людей не включается вообще никакое критическое мышление и они даже не пытаются проверить информацию. Также реально можно отупеть. Я реально сегодня показал только один пример, когда публикуют информацию, которая никак не проверяется и это никого не смущает. Но самое печальное в том, что подобные новости публикуются каждый день в огромном количестве. В общем, что я хочу сказать. Если дальше все так пойдет, то нас ждут печальные времена. Люди будут продолжать тупеть, а фейков будет становиться только больше. Выход я вижу только один. Нужно на подобного рода статьи обращать внимание и не стесняться в комментариях задавать автору вопросы и вообще подвергать критике любые факты, которые никак не проверяются. Просто зачем нам тогда такие новости технологий, в которых адекватной информации вообще не осталось? Кстати, именно по этой причине я всегда беру информацию только с англоязычных ресурсов. Там хоть как-то еще следят за проверяемостью информации и фактов. Не то, что у нас даже перепечатать нормально не умеют, просто можно иногда со статьи перейти на оригинал и обнаружить, что там в итоге был совсем другой смысл. А на этом все, потому что если я дальше продолжу, то останется только одна нецензурная лексика. Пишите вы в комментариях, что об этом всем думаете и делитесь роликом с друзьями. С вами был Константин Андреянов. Подписывайтесь на канал. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok